здравствуйте сегодня мы с вами рассмотрим вязание красивого необычного шнура и узнаем как выполнить двумя способами сегменте ки этого шнура для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок начинаем выполнение шнура с 4 воздушных петель выполняем 1 2 3 4 выполнили далее мы с вами выполняем 6 натяжек как мы это делаем выполняем накид на крючок вводим крючок в нашу первую воздушную петлю и вытягиваем рабочую нить на высоту наших воздушных петель аккуратненько придерживаем пальчиком выполнили 1 1 далее 2 1 3 4 5 и 6 на что я хочу обратить ваше внимание по мере того как мы выполняем наши натяжки они становятся немножечко короче так и должно быть и теперь очень внимательно мы с вами захватываем рабочую нить и протягиваем через воздушную точнее рабочую петлю и накид вот хорошо видно провязали две нити далее захватываем рабочую нить и теперь протягиваем через одну петлю вторую и третью и так мы считаем у нас должно быть шесть раз мы два раза с вами выполнили теперь 3 4 5 и 6 вот такой аккуратненько красивый нас элемент получается нам осталось провязать две петли на крючке выполнили далее выполняем 3 воздушные петли 1 2 3 и вновь накид на крючок вводим крючок теперь обратите внимание не просто в петлю а именно захватываемся за две нити тогда у нас ниточки не будут вытягиваться очень хорошо аккуратно будет смотреться на шнур и выполняем точно так же шесть раз шесть натяжек 1 2 3 4 5 и последний раз 6 опять же по мере того как мы выполняем натяжки они немножко у нас становятся короче захватываем рабочую нить первый раз мы провязываем через две нити а теперь через три нити через три петли и очень внимательно здесь не нужно спешить главное аккуратненько смотреть чтобы у нас все аккуратненько провязалась каждый раз по три петелечки и осталось две петли на крючке мы их провязываем такой красивый интересный необычный шнур у нас с вами получается и давайте еще раз выполним три воздушные накид вводим крючок захватываясь за две нити вытягиваем раз 2 3 4 5 6 выполнили и теперь провязываем сначала две петли или две нити и теперь по 3 петелечки таким образом не спеша мы внимательно внимательно аккуратно все провязываем все мы закончили и вот такие красивые аккуратненькие у нас элементики получаются длину шнура вы можете регулировать самостоятельно и давайте еще попробуем выполнить точно такой же шнур но внесем небольшие изменения мы выполняем 3 воздушные петли далее выполняем накид на крючок вводим крючок опять же захватываясь за две нити выполняем первый столбик с накидом незавершенной и второй столбик с накидом незавершенной теперь все три петли на крючке провязываем вместе выполнили и теперь точно также выполняем 6 натяжек накид на крючок и в эту же петлю выполняем 1 2 3 4 5 6 выполнили и теперь провязываем 2 а теперь по 3 провязываем 3 3 3 3 3 и 2 петелечки на крючке вот такой у нас более объемный получился интересный элемент и давайте еще раз его выполним 3 воздушные петли накид провязываем 2 столбика с одним накидом незавершенные далее все три петли на крючке провязываем вместе и теперь накид на крючок вводим крючок туда же куда мы провязывали с вами столбики с одним накидом вытягиваем придерживаем пальчиком и так выполняем 6 1 1 2 3 4 5 и последний шестой раз шесть и начинаем провязывать сначала у нас две петли а далее все по три пока на крючке не останется у нас две петелечки а потом 1 2 и 1 еще раз смотрим вот такие красивые интересные у нас элементики получаются в нашем шнуре вы можете выполнить точно такой же шнур или с элементов которые мы вначале научились вязать или наоборот с более объемных элементов длину шнура вы регулируете самостоятельно давайте посмотрим как наш шнур по изнаночки смотрится так он смотрится с лицевой стороны мы выполнили образец более толстой пряжи так наш шнур смотрится с лицевой стороны и так он смотрится с изнаночной стороны и обратите внимание здесь мы чередовали элементики которые мы научились вязать в начале и более объемные творческих вам успехов и и и и и и и и и